здравствуйте дорогие мои любительницы вязания домашние мастерицы сегодня я хочу вам показать один ажурный рисунок как его вязать который можно применять допустим каких-то детских вещей вот допустим я начал вязать штанишки детские из мохера вот смотрите вот такой вот рисунок получается вот очень легкий рисунок вязать его очень легко и просто еще нравится мне этот рисунок тем что допустим добавлять ширину изделия с этим рисунком очень легко допустим вот вам надо где-то расширить полотно да вот эти допустим штанишки да мы их вяжем связали там до определенного момента здесь надо расширить немножко штанишки чтобы полотно было пошире для этого мы в самом рисунке самом рисунке будем добавлять петельки но при этом рисунок наш не меняется то есть он как шел так и идет мы его ну как бы неизменный рисунок становится но при этом петельки у нас количество петель у нас добавляется так вот такой рисунок еще раз посмотрите на допустим чтобы было хорошо видно вот такой вот рисуночек показать чтобы было хорошо камеры чтобы его зафиксировала вот допустим здесь там где у нас полотно штанишки такой от летняя желтный узорчик вы можете его применять в любых изделиях где вам понравится для того чтобы начинать этот узор допустим вот вы набрали определенное количество петель ну например это была резинка у вас и теперь значит надо начинать вязать сам узор только определитесь где у вас будет правая сторона а где у нас будет левая сторона узор начинается на левой стороне то есть на изнаночной стороне для этого значит надо будет провязать еще один ряд в обратную сторону ну это может быть также провязать или резинка если вы вяжете от резинки или можете вязать то полотно или тот рисунок который у вас был до данный момент ну допустим у меня была резинка и поэтому я провяжу еще один ряд на лицевой стороне чтобы начинать именно этот рисунок с изнаночной стороны до конца довяжу его так начинаем первый ряд нашего узора но это как бы не первый ряд это ваш ряд будет основной от которого вы будете именно отталкиваться чтобы начинать раппорт рисунка он самый основной и самый такой главный этот вот ряд это самый главный рядок в нашем рисунке что мы делаем мы снимаем как обычно первую кромочную петельку дальше мы провязываем изнаночные петли но провязываем найти как не вот так как мы обычно да вот провязываем да вот мы же изнанку так вяжем да вот накидываем нитку вперед провязываем и нет здесь надо изнаночные петли вязать таким образом то есть просовываете петельку в петельку и вот так накидываете ниточку вот так вот и провязываете петельку еще раз просовываем спицу петлю накидываем нитку и вытаскиваем провязываем еще раз петелька и накид и вытаскиваем вроде бы как бы мы хотим вязать лицевую на лицевую мы же вот так вяжем да вот таким образом да мы вяжем нет нам надо сделать вот так вот нам надо просто накинуть нитку и вытащить вы теперь посмотрите у нас изнанки получается здесь такая веревочка давайте до конца довяжу так вот с накидом получается как бы может быть это как бы считается лицевая петля с накидом вот так вот провязываем лицевую но надо вот так просто накинуть да у нас на лицевой стороне будет изнаночная такая веревочка или рядок из изнаночных петелек еще раз накидываем провязываем опять накидываем провязываем и так мы вяжем значит до конца ряда здесь вроде как бы лицевые петли получаются но если мы перевернем на изнан на лицевую сторону вот видите у нас здесь получается изнаночные петельки и так провязываем рядок до конца то есть лицевые петельки с таким накидом или это изнаночные петельки называйте как угодно я вот наверно все-таки это лицевые петли вот так вот с накидом идут они вот этот рядок еще раз вам говорю что вот этот рядок ваш будет основной ряд от него вы будете всегда отталкиваться это будет ваш начало и конец раппорта рисунком и так провязываем все до конца последний у нас помощь на нас вяжется изнаночной теперь смотрите видите у нас еще раз показано так получился рядок с изнаночными петельками вяжем первый ряд нашего рисунка первую кромочную снимаем первую петельку мы провязываем потому что у нас ближе к кромочной чтобы не было дырочек дальше мы делаем накид и провязываем две петли вместе опять накид и две петли вместе вот это вот начинается наш первый ряд рисунка значит тот ряд который у нас был лицевые петли с изнаночной стороны это был наш основной рядок первый а первый ряд рисунка именно вот есть такие две лицевые накид 2 лицевые и накид количество рапортов вернее количество петель в рапорте рисунка здесь особого значения не имеет если что-то не хватит одну петельку можете там добавить или убрать такого определенного количества петель в рапорте рисунка здесь нету итак мы провязали все петельки значит две лицевые накид 2 лицевые накид переворачиваем на изнаночную сторону и теперь вот уже второй ряд рисунка здесь провязывается все петельки изнаночными то есть то что мы провязывали и лицевые которые у нас две вместе были и наши накиды здесь все 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 провязываем изнаночными петельками вяжем изнаночными так мы вяжем все до конца ряда и потом вернемся на лицевую сторону второй ряд рисунка с изнаночной стороны вернулись на лицевую сторону вот такие вот у нас получились как бы столбиками столбики получились дырочками теперь мы вяжем третий ряд нашего рисунка третий ряд рисунка провязывается просто лицевыми петлями не надо никаких выдумывать заморочек вот это вот третий ряд это просто лицевые петельки так мы вяжем опять до конца ряда то есть на лицевой стороне мы провязываем просто лицевыми петлями провязываем наш третий рядок лицевыми петлями переворачиваем на изнаночную сторону и вот теперь у нас идет заключительный наш ряд тот который мы провязывали вот здесь вот вначале то есть вот эту вот изнаночную веревочку первую мы снимаем опять делаем как бы лицевую но с накидом вот это наш последний заключительный ряд раппорта рисунка но и в то же время это начало нашего нового раппорта рисунка вот этот вот основной наш рядок он провязывается с изнаночной стороны лицевыми петлями с накидом вот такими вот весь секрет вот этого ажурного узора который вы можете применять как видите очень легкие очень доступны даже для нас для начинающих любителей с вязания научиться вязать такой ажурный узорчик не составит большого труда довязываем рядок до конца этими вот лицевыми петлями с накидом которые идут вот теперь мы вернулись на нашу лицевую сторону и раппорт рисунка нашего закончился вот наш рисунок теперь вы начинаете опять вязать с первого ряда то есть вяжете 2 изнаночные вместе ой извините 2 лицевые вместе с накидом то есть делаем накид 2 лицевые опять делаем накид и 2 лицевые мы уже начинаем вязать это второй раппорт рисунка давайте я провяжу этот ряду до конца вот так получается опять делаем 2 лицевые и накид закончили лицевой ряд перевернули наизнанку здесь все петли вяжутся изнаночными из это ряд уже изнаночная идет на изнаночной стороне все петельки вяжутся изнаночными я вам просто повторяю 2 раппорт этого рисунка то есть так как мы вязали первым раппорт и во втором раппорт все тоже самое повторяется а теперь довязав вот эту вот изнаночную сторону изнаночными петлями я вам покажу как можно сразу же меняя этот узор добавлять петлю то есть расширять свое полотно вязание каких-то определенных местах там где вам это необходимо посмотрите здесь мы переходим на лицевую сторону до в первом раппорте вот третий ряд вязали просто лицевыми петлями третий ряд провязали лицевыми перевернули наизнанку и там у нас опять идут лицевые петли с накидом наш основной основной ряд а теперь вот чтобы расширить свое полотно вот в этом третьем ряду где мы вяжем лицевыми петлями просто все лицевыми можем добавлять петельки для того чтобы расширить наше полотно как мы это делаем для того чтобы расширить свое полотно вы должны знать сколько вам насколько надо вам увеличить это полотно то или она у вас будет допустим расширяться в какую-то определенную сторону, допустим вам надо где-то расширить его или наоборот там допустим убавить. Для начала покажу как расширить полотно в каком-то определенном месте. Чтобы не добавлять петли именно вот здесь вот с кромочными, чтобы оно не так шло, а чтобы оно шло расширение изделия сразу. Сейчас я вам покажу как это делается. Вот теперь смотрите вот в этом третьем ряду именно такого узора что вам надо делать? Вам надо рассчитать петельки и после каждой допустим четвертой петли или там шестой петли или там восьмой петли. Для этого вы должны выбрать сами рассчитать полотно как у вас будут добавляться петельки. Вот именно в этом третьем ряду мы начинаем добавлять петли. Допустим после четвертой петли я буду добавлять дополнительную петельку. Однокромочная, первая, вторая, третья, четвертая. И вот теперь из этой пятой петельки надо вывязать две петли. То есть провязываем одну петлю за заднюю стеночку, одну петлю за переднюю стеночку. Мы добавили одну петлю. Дальше опять также идем симметрично, то есть 4 петельки провязываем, дальше опять из пятой провязываем две петли. Одну петлю мы провязываем за заднюю стеночку, одну за переднюю стеночку. И так вот, таким образом, распределяя свои петельки, 4 петли опять провязала, опять будет добавлять еще одну петельку в пятую. Вы можете расширить свое полотно. Допустим, вяжете может быть юбочку, может быть кофточку, может быть еще что-то. И вот где-то в определенном месте надо, чтобы полотно расширилось. Добавлять в каких-то рисунках там, допустим, очень сложно и оно получается, рисунок сбивается. А вот именно в этом рисунке мне очень понравилось тем, что можно добавлять вот таким способом количество петель и полотно наше будет расширяться. Вот теперь мы закончили третий ряд и перешли на изнаночную сторону. Здесь мы точно также вяжем свой основной рядок, то есть лицевые петли с накидом. Все, мы здесь вот получается, что опять мы раппорт рисунка заканчиваем. Мы заканчиваем. Мы заканчивали рапорт рисунка и как бы можем продолжать следующий рапорт рисунка. Вот таким образом, говорю, вы можете расширять свое изделие именно вот в этом рисунке, в этом ажурном узорчике. Мне он очень понравился, поэтому я решила с вами поделиться, так как его можно расширять вяза. Понравился, говорю, потому что таким узором можно вязать штанишки, можно вязать кофточки, можно вязать этот узор на кольцевых спицах, допустим, кокетку без швов начинать вязать. Сейчас я вам покажу, между прочим, у меня есть такой рисунок. Именно таким способом я вязала вот эту вот кофточку начала вязать. Я начала набирать от горловины на кольцевых спицах и начала вязать вот именно этим узором, который я вам сейчас показываю. И в процессе вязания в каждом третьем ряду я начала добавлять петельки. Вот видите, у меня получился вот такой вот изделие, как кругообразное, видите, кругом оно идет. То есть здесь, допустим, когда вы вяжете реглан, вернее, реглан без добавления петель, то есть здесь вот реглана нету, а вы просто набираете на кольцевых спицах и в каждом третьем ряду вы начинаете добавлять петельки. Допустим, вот для этой кофточки я после каждой четвертой петельки в пятую начала добавлять по одной петельке еще. И у меня таким образом начало расширяться мое изделие. Вот видите, вот так вот. Вы можете тоже применять вот такое расширение, допустим, для каких-то кокеток или для кофточки, ну или еще где-нибудь, где вы решите вязать что-то. Вот поэтому я решила тоже, думаю, покажу вам этот рисунок и именно этот способ добавления петель, так как он очень удобен в применении и рисунок при этом не нарушается и очень удобен. Все, мы провязали все лицевые наши петли основного ряда. Вот видите, мы опять получились и вернулись к тому же, чему мы начинали. То есть опять у нас получилась вот эта вот изнаночная наша веревочка, да, как бы изнаночные петельки. И вот здесь дальше вы уже можете опять начинать добавлять свои петельки, допустим, после каждой четвертой петельки, да, но это уже еще раз говорю, вы сами там рассчитаете. Вот. А теперь, значит, допустим, вам надо, чтобы изделие, наоборот, стало меньше, то есть сужалось. Чтобы сужалось. Что вы делаете? Вы делаете то же самое, то есть вы провязываете свой первый рисунок, первый ряд рисунка, то есть лицевые с накидом, идут 2 лицевые вместе и накид. Вот. Это, значит, получается первый ряд рисунка. Так. Все это мы провязываем до конца. Провязали мы первый ряд. Теперь, значит, вяжем второй ряд по изнанке, то есть тут все петельки идут у нас изнаночными. Заканчиваем мы изнаночную сторону. Провязываем эти петли для того, чтобы вернуться на лицевую сторону. Вязали мы изнаночный ряд и вернулись на лицевую. И тут у нас, получается, как бы мы должны вязать уже третий ряд нашего узора. Теперь я вам покажу, как убавлять петли. То есть я вам показала, как прибавлять, а теперь как убавить. Знаете, ничего сложного нет. Опять первые мы снимаем. Вот, допустим, вам надо опять после каждой четвертой поубавлять петельки. То есть сделать как-то изделие, допустим, меньше. То есть мы провязываем раз, два, три, четыре и потом вяжем две вместе. Все, мы закрыли. Опять делаем раз, два, три, четыре и две вместе. Все, вот вы начинаете убавлять наш свой рисуночек. Так вяжете опять до конца. Я, допустим, провяжу. Перейду на изнаночную сторону и продолжу дальше. Рядок я слою. Третий рядок с убавлением петелек. Теперь переходим на изнаночную сторону. Вяжем наш последний, заключительный, основной рядок. То есть мы опять провязываем лицевые петли с накидом. Вот такие вот лицевые петли с накидом. Вот очень, говорю, очень удобный такой рисунок, который мне очень понравился. Очень легко добавлять петли и очень просто убавлять петли в самом рисунке, не нарушая сам рисунок. То есть не надо там что-то пересчитывать, где-то что-то там добавлять, чтобы правильно, чтобы симметрия рисунка не нарушалась. Вот как видите, вернувшись на нашу лицевую сторону, мы видим, что симметрия нашего рисунка нисколько не изменилась. То есть сначала мы просто рядок вязали, во втором раппорте рисунка мы добавили петельки, а вот уже в третьем раппорте рисунка мы их начали убавлять. Но как вы видите, сам рисунок, симметрия рисунка нисколько не нарушилась. Надеюсь, что мое небольшое видео поможет вам, и вы будете применять данный вид рисунка, ажурного вот этого узорчика, в каких-нибудь своих вещах, которые вы будете вязать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok